Добрый вечер, друзья. Сегодня четвертая серия, надеюсь, бесконечная. Смотрите, заканчивая словами, продолжение следует. Я задал Юрию Васильевичу вопросы, на которые он, надеюсь, ответит. Помнишь вопросы? Помню. Договорились, что сегодня говоришь только ты. Ну, первый помню, ну и второй там походом. Напомню. Так, ну что, отвечаю. Всем здравия. Значит, первый вопрос был, значит, можно ли ставить на сертификацию косточки или семечки во влажной среде, то есть они вымоченные, будем говорить. Ну, пусть не вымоченные, пусть они в песке побыли, но они влажные, находящиеся во влажном состоянии. При искусственной стратификации, это касается, в общем-то, вопрос очень хороший. Он направлен на то, Валерий Константинович грамотно поставил вопрос, для того, чтобы не были допущены ошибки. При искусственной стратификации. При искусственной стратификации категорически запрещается проморозка. Цикличная проморозка, она делается южной культурой семечек. Только, исключительно в сухом состоянии. Исключительно в сухом. Как только они получили влагу, ядро находится во влаге, оно мгновенно бы и мерзнет. И сходов не будет. То есть, этот момент надо, как отче наш, помнить всегда. Вот. Второй вопрос, Валерий Константинович. Так, значит, возвращаемся к тому, что были достигнуты результаты. Результаты феноменальные. Примеров приводили несколько. О том, что после проморозки, пусть сухая. В той серии я не понял даже, о какой проморозке речь идет. Цикличная проморозка. Сухая, сухая, подчеркиваю. Достигнуты определенные успехи, феноменальные. Это получение из сеянцев культурных плодов. Южных. Крупных, чисто южных. Чисто южных. Крупных. Вот. Без прививки. То есть, прямо и непосредственно из сеянцев. Благодаря предварительной проморозке семян. Отсюда у меня возник вопрос. Раз есть такие примеры. Мы берем теперь, стоим возле этого сейта. Так. Стоим. Он плодоносит. Он дал плоды. Он дал семена. Садим семена. Что дальше? Сохранится культурность или нет? Один вопрос. Вопрос провокационный. Почему? Во всей мировой литературе нет на него однозначного ответа. Я по ходу сразу буду... А потом в третий будет уже вопрос. Да. Значит, цикличная проморозка делается исключительно сухих южных образцов. Но мы рассмотрим пока что семечковые. Яблонь, груш. Далее. Вот эта цикличная проморозка, это не панацея от того, что будет скрыта спящая программа будущего сеянца. Это не панацея. Шанс. Можно садить, можно садить, делать искусственную стратификацию в песке без цикличной проморозки. Но здесь будет худший вариант именно раскачивания генетических связей. Именно раскачивая... Для чего это делается? Я уже говорил. Подсмотрим у матушки природы. Днем плюс 10, ночью минус 10. Не цикличность ли это? А ведь в памяти, в памяти любого растения, как у нас с вами, любое воздействие природы на нас с вами, как и на растения, она находится в памяти. То есть это как бы такой толчок генетический, или из памяти толчок, о том, что пора пробуждаться. А в дальнейшем именно тот элемент вскрытия памяти происходит только в том случае, когда растение критично подморожено, но до такой степени, чтобы жизненная программа, жизнь сохранилась в нем. Вот только в этом случае вскрывается программа памяти. Только в этом случае, если сиенец не подмёрзл, вот он, допустим, посажен весной, зима наступила, снег прошёл, значит, всё оттаяло, они, значит, абсолютно не подмёрзли. Скрытие программы нет. Это, по сути, по сути, вот вы, извиняюсь, вы взяли обыкновенные семечки, или обыкновенную культуру вашей среды обитания, по морозостойкости говорю, она просто, как сказать, прошла стратификацию, зашла и продолжает расти. Здесь, в этом сеянце, будет только воздействие, как я говорил, в косточке, в семечке, находится именно, значит, идёт воздействие пыльцой. Только пыльцой. Вот. Вот в этом случае будет только, и по сути будет, половой гибрид. Именно половой гибрид, не вегетативный, половой гибрид. Потому что, что такое пыльца? Пыльца – это информационная программа от другого сеянца. Не сеянца, а другого... А от другого сорта. От другого сорта. Здесь повтора... Повтора. Допустим, если взять серафим, повтора серафима никогда не будет. Здесь будет гибрид половой. Допустим, пчела принесла пыльцу от амура, принесла к серафиму. Это будет гибрид амура и серафима. Если она пришла, принесла пыльцу от манжурского абрикоса, извиняюсь, то это будет гибридная форма манжурца. Процент какой-то, не 50 на 50, а какой-то процент от манжурца. И плюс серафим. И это надо четко понимать. Ну вот как бы так. Валерий Константинович, слушаю. Дополнительный вопрос. Когда говорили о проморозке семян, речь шла о проморозке в холодильнике, в морозилке? В морозильной камере, где минус 20, 25. Теперь высадили, получили, о чудо, плоды, ну как райские, то есть самые культурные. Меня интересует, что дальше. Мы вот видим перед собой грушу, чуть ли не 500 грамм, да? Вот, пустах. Теперь в ней есть, на этом дереве, весь плод и есть черенок. Не забывайте, кто привальщик. Вот. Косточку посадили, это пойдет в следующее поколение, а оно уже гибридное, и там хрен его знает. Так? Правильно я понял вот это у вас? Я вопрос понял. Я вопрос понял. Что дальше? А дальше вот что. Вот смотрите. Значит, то, что мы вскрыли программу, южную программу, это буквально, может быть, случится из 100 попыток, может быть, одна единственная, а может быть и больше. По вере дается. По вере дается. И вот обратите внимание, на что воздействует критичный мороз? На морозостойкость. Вы согласны? Ну, ни в коем случае критичный мороз не воздействует на такую, на такие генпризнаки, как вкусовые параметры. Я тоже думаю, вы согласитесь. Здесь перенос информационного кластера и информационной программы культурности никак не влияет. Теперь, что нам делать дальше? Что такое? Вот та же Тася, та же Юлия, если получились плоды, ведь пыльцу принесла пчела, но от любой груши, по факту, от любой груши, значит, это ни Тася, ни Юлия больше никогда не будет. Никогда. Возможно, где-то на 70% повтор будет, но это будет гибридная форма. Гибридная форма, половая гибридная форма. Тася с чем-то. И дальнейшее тиражирование только черенком. Вот черенком 100% передача информации. Вот почему считается, что после первичного плодоношения сеянца, первичного плодоношения сеянца, именно с первого плодоношения, ну, рассмотрим абрикосы, надо брать косточки и делать посадку. То есть, культурность повторяется чуть ли не на 50%. Откуда это исходы? С чего это исходная составляющая? А исходная составляющая, как я понимаю, от того, что подвой еще не набрал обороты, он обычно у нас дикая форма, ну, допустим, мажорец, он еще по программе близок либо равнозначен при вою. Как только он генетически набирает силу дикаря, он тут же начинает прятать эту народившуюся программу, новую народившуюся программу, заметьте, только сеянца в латентное спящее состояние и скрадывает те вкусовые параметры. Вот по этой причине я Валерию Константиновичу вот просто умоляю его, все свои селекционные достижения надо черенком переводить на культурные, потому что мажорец, он такой гаденыш, он ведь все спрячет, он потихоньку усиливается из года в год и потом вот эту всю народившую все достижения просто берет и потихоньку прячет. Вот потихоньку он просто скрадывает. Я это понял. Слушай. Ты знаешь, я это, смотри, значит, с одной стороны я тебе вопрос дам прямо в лоб. Все-таки ты лично самостоятельная, настолько самостоятельная, что там, допустим, называть тебя мичуринцем или латентковцем, это может быть даже где-то обидно. Но проморозка семянная. в основе был все-таки Лусенко раз. Теперь значит, то мичуринец или нет, скажи, это просто разговор, почему нет. Значит, я провожу вебинар и может быть даже и упомяну наш разговор. Послезавтра у меня приготовлен материал, у меня фотографирована страница несколько из трудов Мичурина. Вот. И там есть такая страница, которая буквально вопиет о том, что ты сейчас говорил. Буквально. Хочешь, я процитирую? Ну, я включу свет сейчас, мне найти быстро. Некоторые, вот смотри, это прям как это самое, ты не реинкарнация, Мичурина, смотри. некоторые отдельные экземпляры, попавшие случайно на разновидность подвоя, обладающего особенно мощной индивидуальной силой влияния на привитый на него сорт, в смысле передачи выносливости привитому сорту. Слово, слово, твои слова, так я уверен, что ты не цитировал, Мичурина. Слушай дальше. Становится выносливым, такие деревья вырастает и несколько лет иногда плодоносит. Но такое время нельзя назвать экклиматизацией в силу того, что при попытке размножения взятых растений черенками, вот, черенками возвращается, то есть я сейчас задам тебе вопрос в лоб, как хочешь. Черенок срезали, понятно, он сохраняет там может быть вкус, крупность плодов, сахаристость, все, все культурно, все, все. Морозостойкость в ветке отрезанной сохраняется или нет, вот это вопрос, на который тысячи лет наука не дала ответа. То есть тут можно иметь свое мнение, но она ничем нами не меряется, ни граммами, ни градусами. Попробуй ее замерить. Она в 30 градусов может замерзнуть только потому, что перед этим она не успела уснуть, а может 50 выдержать, потому что она засыпала медленно и спокойно. Мы не можем морозостойкость мерить. И это получается только, как бы сказать, твое мнение, но не мнение науки. Наука как раз, ну она по-своему, просто молчит. Вот. Ветеративной гибридизации не существует, сказал директор иркутского ботанического сада, когда из зала, это была конференция, ему задали вопрос. Вы, ну, цитирую буквально, вы поддержите веритативную гибридизацию по железу? По железу. Он сказал, научное сообщество это не поддерживает. То есть, ты сейчас кто? Ты сейчас процитировал фактически Мичурина, хотя верю, что это вот, это вот самое, да, вот это, я специально покажу, может быть, даже не читал. Что получается? Манчжуриц в основании, Манчжуриц это самое, так на него надавил, что культурное качество частично исчезли, и поколения в следующем не повторятся. Я так тебя процитировал. Суть вот в чем, нет, здесь немножко другое. Суть вот в чем, здесь при работе с вегетативными гибридами, вегетативными гибридами, достижениями. Вот, допустим, вот у меня получился серафим. Серафим, значит, на гибриде от латуни я получил серафим в районе 80 грамм. 80. Хотя он по всем параметрам это 40 граммовик. 40. То же самое у меня с Хабаровским. когда я их привил на культурные, на культурные, я даже, ну, честно говоря, не зацикливался. Взял, просто начал прививать на культурные, ну, как бы, перенести информацию, но не до такой степени был уверен, что думаю, ну, все-таки, ну, люди-то тоже грамотные, вроде, как бы, если перенос информации, значит, по сути, черенка, а он же, если в него заложено 40 грамм, значит, он обязательно вернет свой 40-граммовик. Ну, это, вот это лето. 78 грамм серафим. Ну, ё-моё, я просто обалдел. Вкус, ну, ну, совершенный вкус. То есть, это у меня и в прошлом году было, и вы, ну, я посчитал в прошлом году, думаю, ну, ладно, в прошлый год, может, единично как-то. Второй год, ну, по сути, это уже повторение клона королевского железа, то есть, такая же гибридная форма, привитая. То есть, я ещё раз настаиваю и говорю, Мичурин, да, я бесспорно эти все материалы труды его читал, постановка только на дикаре, но, если мы не будем двигаться дальше, а ведь, по сути, чего-то он достиг, у него работа шла на дикарях, прекрасно, но ведь надо осознавать, что такое дикарь, это программа, программа дикой формы, дикой, а что такое у нас вегетативный гибрид, ВГ, то есть, при прививке, вот ваши селекционные плоны, делая прививку, происходит подморозка, память скрывается этой, этого привоя, скрывается память, память предков, когда-то он был морозостоев, то есть, не культуры, культурные свойства сохраняются, причём, они идут с явлением даже гетерозиса, усилением свойств, почему, потому что коли вскрывается программа памяти морозостойкости, когда-то 100, 200, тысячу лет назад, он был морозостой, может он с другой планеты этот синий саженец был прислан, ваши слова, кстати, вот, Валерий Кынстейльевич, но, поскольку вскрылась программа памяти, идёт с усилением свойств морозостойкости, то есть, даже не с усилением, с восстановлением когда-то бывших этих свойств морозостойкости, а по сути нарождается новая программа, нарождается, она не устоявшаяся, а что такое синий, любой синий, это тоже не устоявшаяся программа, и в начальной стадии, когда он посажен, культурный, дикий, он по программе, жизненной программе, и тот юнец, и вегетативный, гибрид, привой, он тоже юнец, он тоже юнец, они в начальной стадии равны, при прививке на дикаря, в начальной стадии, он выдаст плоды, а в дальнейшем корневая система подвоя манжурца крепнет, и сила атовизма, атовин, зов предков, перебарывает вот эту народившуюся программу, все, я все сказал, как говорится, и на этом все заканчивается, а у меня получился ВГ, вот сейчас, серапима, шикарнейший, на ком он привит, или ты говоришь, вот сейчас ты конкретный пример привел, там, 80 граммов, сенец, привитый, если привитый, то на что? сенец не манжурца, на культурный сенец привил, и он сейчас выдает, на культурный сенец, достаточно культурный? ну, там, по-моему, или на Амур, или на Хабаровский на сенец привил. да, и они как по двое, как эти подставки годятся, так, ладно, смотри, ты меня убедил, верни так, ну, как получилось, вот, Елена Александровна Савельевич подтвердит, я уже принял решение, я уже заготовил черенки, черенки я хотел как? Ну, с тобой, как два сапога, ничего удивительного, вот смотри, я выбрал самые черенки, самых крупноплодных абрикосов, 100 грамм перевалило пять сортов в этом, ну, конечно, отдельные экземпляры, пять сортов перевалило 100 грамм. Привей на свои культурные сеянки. Так вот, сейчас я их привью на культурные третьи этапи, это, да, но внизу все равно будут манджурцы, тут ничего не не делал. Почему я так спокойно говорю, и почему я, нет бы сразу королевский на Серафима, а академика бы там, допустим, на Амура. Почему бы нет, они же Серафим, Амур, они же тут уже ветераны, они надежные, они могут без привок жить, и подвоему могут быть, а почему все-таки третий этап, сказать, потому что я надеюсь достигнуть, не рискуя морозостойкостью, остается манджурец, у меня уже гибридные, у меня манджурцы показали некоторые 30-40 грамм, какие хрен они манджурцы, они уже гибридные, семена-то уже, вот как раз то, о чем ты говорил, они уже столько от соседей понабрались ген культурности, и получается, у меня уже они дикие, это мы по привычке называем дикие, полукультурный подвой, прекрасные, лучшие саженцы жертвы, а на каждом 5-10-15 веток почти вертикально, я все их стригу и все это, и я хочу получить плоды, а уже не 110 грамм, 113, ну где-то пусть безнаказательное, но было 120, 140, 150, то есть тенденцию, а нет, ну нет, а все-таки где-то у них потенциал-то еще больше заложен, то есть культурности, мы еще не достигли его, мне так кажется, а у тебя получается два этажа, а у меня три, вся разница, но меня утешает то, что если ты прав, то подвой сильно исказит результаты, но все-таки у меня манчжуриц полукультурный, не дикий, и у него согласен, что у тебя манчжуриц полукультурка, по факту уже полукультурка, и вот обрати внимание, почему у тебя такие эффекты получаются, смотри, я просто хочу разжевать вот все вот это откуда что берется, при прививке на свой полукультурный манчжуриц, на полукультурный манчжуриц, при усилении свойств, при усилении свойств морозостойкости, автоматом проскакивает явление гетерозиса, автоматом, на это уникальные случаи, это не всегда, это не всегда может быть, по сути это вегетативные гибриды, по сути вегетативные, вот, и я бы все-таки вот настаивал, возьми просто с одной стороны прививай на своего полукультурного манчжурца, и попробуй привить на культурные сеянцы. Так их надо вырастить еще. И увидишь результат. Я хочу, не доживу, Юра, не доживу. Вот я сейчас, это, я там у нас технический сбой был, я пытался рассказать, черешня боднара, культурнейшая, зацелектировал, академика со 100 граммовых плодов, самых крупных выбрал, косточки, зацелектировал, так, вот, ну, сейчас дальше пересесть не буду, еще несколько пальцев. И что я хочу? Довести доплоотношение, а не для того, чтобы сразу их использовать как подвой. Довести доплоотношение, все, дальше, ну, я же не институт, это ты молодой, наглый, на 5 лет моложе, конечно, это, еще бы, а я уже все, а помощь, где она? При посадке академика, только моральная от тебя и все. При посадке академика, вот этих вот косточек академика, которые 100 граммовики, говоришь, вот, что получится? В этом академике пыльца, информационная программа принесена неизвестно откуда. не важно, что он 100 граммовик, не важно, вот он не выдаст уже никогда такие же плоды, они будут граммов. я хочу дожить до того, и убедиться, что не выдаст, не выдаст, не выдаст, не выдаст. Ну хорошо, Сенц не выдаст, третий этаж выдаст. Валерий Константинович, да слухай меня, здесь не вегетативный, а половой клон, половой клон, я знаю, ну мне все это не видно. И пыльцы, которую принесла другую программу, значит, пыльцу принесена либо с Амура, с Хаббат, с чего угодно, с чего угодно, поэтому здесь получается уже гибрид, но никак не академия, не чистая. Да понятно, понятно, ну пойми меня, Вадим Ишкура, меня долбят с двух сторон, одни долбят железов, говорит, что арткультурных получается дикие, где-то вырвали фразу, а другие наоборот, что железов оборочат голову, что с культурных получится культурное. А там Хренова знает, кто у него папа, дикарь, полудикарь или культурный. Он получится культурный, но с программой и материнской, и пыльцу принесенной. и если кто-то из них не даст морозостойкость из двух, он просто замерзнет в Сибири. Почему не даст? Почему не даст? А Хренова знает. Если данная среда обитания, он уже, как говорится, адаптирован к этой среде обитания. Да, привитый. А мы сейчас просеемся. С какого перепуга у него изменится морозостойкость, ту или в другую сторону. Он уже устоявшийся. Здесь просто перенос культурной информации. Допустим, с Амура на Хабаровский. То есть, в геном встраивается, в геном встраивается программа Амура. Я условно говорю. Программа Амура. Он частично в геноме генпризнаки потесняет и говорит, я здесь тоже частично хозяин. Вот, что получится от косточек академика. Ты еще и это самое против Менделя выступаешь? Тут доминантность такая. Или тот победит, или тот победит. Нет, здесь такого не будет никогда. От одного родителя ум, от другого могучая сила. Здесь идет тело движения. Идет тело движения. Это немножко напоминает типа блуждающих генов, но здесь не блуждающие Да, они ненадежные. Это все в одном поколении. В следующем поколении уже хрен подтвердит. Николай Константинович умоляю, это наша основа, наш фундамент вегетативной гибридизации. только это, в одном поколении. Помнишь мои слова? Вегетативные гибриды не повторяются. Я на этом голову положу на плаху. Вегетативные естественно не повторяются. Ну, так о чем мы говорим? Нам бы хотелось... Смотри, давай сначала, у нас все закончится это, он все равно сейчас отключится, этот, я успею мы хотим, чтобы простые советские люди взяли косточку с культурного, посадили и вырастили культурный сразу. Прививка это снижение моростойкости, потому что калека из двух половинок срочена. Во многих случаях не повышение моростойкости, а снижение. Вот, раз, значит, прививка означает влияние по двое, вот по Мичурину, он же не слепой был, и ты сказал, что да, калечек, как, 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 а тут раз, и без прививки вырастил, а он и с минус 50, еще и культурный. Начали этот разговор с этого.